Зима по праву может считаться одним из самых богатых на громкие премьеры сезоном, ведь когда за окном снег и мороз, так и хочется укрыться в тепле уютных кинотеатров перед большим экраном. Кроме того, новогодние каникулы просто обязывают оценить хотя бы один из множества хороших фильмов, праздничных и не очень. Чтобы узнать, какие новинки кино готовит нам зима 2015-2016 года и правильно спланирует свое время, смотрите обзор с подборкой самых ожидаемых фильмов декабря, января и февраля. Признайся, что тебе страшно! Разумеется, это роман Моби Ди Германа Мелвилла, который, между прочим, сам побывал в схожей ситуации. Теперь, по его примеру, будет страдать Крис Хемсворд, знаменитый Тор из фильмов Марвел. Посмотрим, кто он такой без своего молота. К нему присоединится Киллиан Мёрфи, который погружался в пучину сознания в фильме «Начало» и «Бэтмен. Начало», парфюмер Бен Уишоу и Том Холланд. Это не первая попытка экранизовать знаменитую повесть. Еще в 1926 году вышла первая экранизация книги под названием «Морское чудовище», а в 2011-м по ней даже успели снять мини-сериал. Если вы любитель драмы и фильмов про выживание, то «В сердце моря» однозначно пропускать не стоит. «Шпионский мост» — это четвертая совместная работа Тома Хэнкса и легендарного Стивена Спилберга. До этого они успели поработать вместе над такими картинами, как «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь» и «Терминал». Действие фильма происходит во времена Холодной войны. Адвокату Джеймсу Доновану поручают ответственную и почти невыполнимую миссию договориться об обмене советского разведчика на захваченного в СССР американского пилота самолета У-2, сбитого под Свердловском. Главному герою придется проявить себя не только в качестве юриста, но и в роли хорошего дипломата, стать которым в те времена было очень сложно. Что-нибудь не то скажешь — развяжешь войну. Немногих шпионов вы защищали. Для нас обоих это первый опыт. В итоге, как гласит история, обмен будет произведен на Глиникском мосту в Германии, который впоследствии назвали «шпионским». Ведь по описанной в картине схеме провалившихся разведчиков передавали на нем еще не раз. Примечательно то, что в фильме также принял участие известный российский актер Михаил Горевой. Приятно увидеть соотечественников в Голливудском фильме. В общем, ждем прекрасный исторический триллер от маэстро-кинематографа. Пожалуй, новую часть «Звездных войн» можно смело считать не только одним из самых ожидаемых фильмов зимы, но и самым ожидаемым фильмом всего 2015 года. Еще в 2012-м, когда компания Disney объявила о покупке Lucasfilm, фанаты начали представлять себе Микки Мауса в космосе и прочие ужасы продолжения легендарной серии спустя десятилетия после завершения истории далекой галактики. Однако поклонники не теряли надежды на то, что новый эпизод не только сохранит неповторимый дух саги, но и вдохнет в нее новую жизнь. Надеемся, что не зря. Седьмая часть «Пробуждение силы» станет началом новой трилогии, а происходить она будет спустя 30 лет после гибели Дарт Вейдера и Императора Возвращения Джедая. Галактика все еще в опасности, ей угрожает правительственная организация «Новый порядок» во главе с таинственным лидером Сноуком и его правой рукой. Они следуют заветам Империи, пытаясь захватить мировую власть. Кто, как не старые герои, могут их остановить? Ходят легенды о том, что было. Звезды оригинальных фильмов Марк Хэмилл, Хэррисон Форд, Кэрри Фишер и даже Чубакка вновь появятся в фантастической вселенной. К ним присоединятся новые, еще не окунувшиеся в лучи славы актеры. Например, главным героем стал бывший штурмовик-афроамериканец, вызвавший бурю эмоций у будущих зрителей. Из меня сделали идеального солдата. Однако еще большую шумиху и множество карикатур породил новый дизайн светового меча. Ходят слухи, что он появился благодаря вмешательству одного из дизайнеров Apple. Похоже, новый герой владеет бывшим мечом Энакина, а позже Люка Скайуокера, что приведет его на светлую сторону сил. Сюжет написан сценаристами Диснея, которые решили не опираться на добрую сотню книг по расширенной вселенной, а создать что-то свое, оригинальное. Зато декорации натуральные. Актеры, как и в старых фильмах, носят костюмы и маски. До декабрьского триумфа режиссер картины Джей Джей Абрамс успел создать «Звездный путь» и «Стартрек. Возмездие». Как видно, опыт в съемках фантастических фильмов о космосе у него неплохой. К тому же он неоднократно говорил, что очень трепетно относится к своему произведению. Билеты начали продавать задолго до премьеры, так что стоит позаботиться о них заранее. И да пребудет с вами сила! В канун Католического Рождества коллекция лучших мультфильмов современности пополнится новой экранизацией старой и поучительной волшебной сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Маленькая девочка живет со своей крайне педантичной мамой, которая расписала жизнь дочери буквально по минутам, чтобы та не отвлекалась на разные глупости вроде игр и детских фантазий. Ведь, по ее мнению, цель детства – это подготовка к взрослой жизни. Ты вырастешь прекрасным человеком. Так бы девочка и готовилась, если бы однажды в ее жизни не возник чудной сосед со странными рассказами о маленьком принце с другой планеты и далеких звездах. Теперь учебный план подготовки к будущей карьере и семье идет лесом. Ведь расшевелив воображение ребенка, старик-авиатор дарит ей настоящее детство. Героиня потихоньку начинает воспринимать реальность глазами маленького принца, который когда-то произвел неизгладимое впечатление на ее пожилого друга. Сможешь поиграть со своим новым другом. Через год. Режиссером этого французского анимационного фильма выступил Марк Осборн, который уже был одним из создателей таких лент, как «Кунг-фу панда» и «Губка-боб квадратные штаны». А роли в оригинале озвучили Рэйчел МакАдамс, Джеймс Франко, Марион Катияре, Бенисио Дель Торо. Фильм понравится не только детям, но и взрослым, которым не помешает вспомнить, что значит быть ребенком. «На гребне волны» «На гребне волны» — это ремейк фильма 1991 года, в котором играли еще молодой Киану Ривз и Патрик Суэйзи. Молодой агент ФБР, умело работающий под прикрытием, должен внедриться в банду воров, главным хобби которых являются экстремальные виды спорта. В оригинальном фильме это был в основном серфинг, а тут полный набор захватывающих дух и холодящих кровь трюков. «Потому что они ненормальные люди, сэр». Свои умения они на радость публике используют при каждом новом ограблении, так что стать частью их команды ой как непросто. А потому агент Джонни должен будет доказать, что носит коричневые штаны не для того, чтобы что-то скрыть. И адреналин в его крови, как и у бандитов, требует постоянной подпитки. Внедрившись в банду и вкусив безумство экстрима, ему будет нелегко вернуться к обычной жизни. Кто знает, быть может он вообще встанет на сторону преступников. «Мы все умрем». Ремейк снял еще малоизвестный режиссер Эриксон Корр, выступивший также и оператором, в более привычном для него амплуа. От красоты и опасности событий, происходящих на экране, просто сносит крышу. Если вы любитель пощекотать нервы или поклонник тех, кто этим занимается в собственной жизни, картина придется вам по душе. Традиционно Новый Год, как и Рождество, обрастает легендами, как о хороших, так и плохих магических существах, несущих волшебство к праздничному столу. В Европе, например, еще в древности спутником Николая Чудотворца прообраза Санты считался Крампус. Если Санта дарил подарки за хорошее поведение, то рогатый Крампус забирал плохих детей в мешок, подвешивал на крюк и съедал. Дело происходило в декабре, но на этот раз в новогоднюю ночь семьи 12 человек, у которых внезапно отключились отопление и свет. Говард, гляди, сколько недоедено. И не допито. Ничто не предвещало беды. Нашим героям и в голову не могло прийти, что семейный праздник превратится в кошмар. Теперь придется постараться выжить, ведь вместо добрых эльфов страшному чудовищу помогают не менее жуткие помощники, а из камина вылезает не добрый старик, а жуткий крюк. К нам пожаловал Крампус. Фильм обещает стать действительно страшным новогодним ужастиком. Такого мы еще не видели. Крампусы пытались показать на большом экране и в нескольких ТВ-экранизациях ранее, но из этого ничего хорошего не получилось. А вот теперь картина, похоже, действительно будет качественной и насыщенной. Ведь если в других новогодних историях злодеем выступал либо слегка поехавший Санта, либо полукомедийные гремлины или добрый в душе гринч, то тут нас ожидает настоящий жуткий хоррор. Малоизвестный Майкл Доггерти взял свою актерскую команду Адама Скотта, режиссера знаменитого сериала «Парки и зоны отдыха» и исполнителя роли Теда Хендрикса из «Невероятность жизни» Уолтера Митти. Боимся и ждем с нетерпением. Нынешнее поколение блистает глобальными проектами, созданными с нуля. Кажется, каждый может вложить чуточку креатива, терпения и упорства, создав собственную интернет-империю – стартап. Вы уже видели историю Марка Цукерберга, создавшего Facebook в фильме «Социальная сеть», и историю корпорации Apple в фильме «Джобс. Империя соблазна» с Эштоном Кучером. Даже в «Соус-парке» ребятам удалось воплотить свою гениальную стартап-идею в жизнь. И вот на экраны страны выходит следующий в череде подобных историй фильм. Стив Джобс – многострадальный проект. Во-первых, еще на старте разработки множество критиков поливало его грязью, только потому что это уже второй фильм о знаменитом предпринимателе. Во-вторых, с режиссерского кресла выпал Дэвид Финчер, снявший такие фильмы, как «Бойцовский клуб», «Семь», «Исчезнувшая» или «Игра». Затем на его место пришел Дэнни Бойл, постановщик таких фильмов, как «На игле», «Миллионеры струщоб» и «127 часов». Тоже неплохо. Вселенную создали втрое быстрее. Ну так расскажи, как это у тебя получилось. На главную роль пригласили самого Леонардо Ди Каприо, но с ним как-то не сложилось, после чего к проекту привязался обладатель «Оскара» Кристиан Белл. Однако и он отказался примерять очки основателя «Яблочной компании». На проекте уже хотели поставить крест, однако вмешалась студия Universal и дала зеленый свет, выделив для бюджета экранизации драмы 30 миллионов долларов. Потому что творцы создают, а посредственности голосуют. Несмотря на то, что ее обязательно будут сравнивать с первым фильмом, картина заслуживает пристального внимания, ведь в итоге проект выходит в свет с Майклом Фассбендером, Сеттом Рогеном, Джеффом Дэниелсом и Кейт Уинслет в главных ролях. Достойно продолжаем модную тенденцию фильмов-биографий. Смотрим и учимся на чужих успехах. В фильме «Выживший» несколько охотников во главе с Джоном Фитт-Джеральдом, которого играет безумный Макс Том Харди, воспользовались случаем и ограбили своего товарища, оставив его умирать от ран, полученных в свадке со зверем. Но герой в лице несравненного Ди Каприо не лыком шит. Он жив, но этого мало, ему еще предстоит справиться с суровой зимой и не попасться на глаза враждебным индейцам. Да и вообще опасностей вокруг пруд пруди. Если он выживет, то обязательно отомстит предавшим его товарищам. Сюжет фильма был позаимствован у Майкла Панке, автора одноименного романа, в основу которого была положена реальная история. История Нинова напоминает водопад Ангела с Пирсом Бросненом. Там тоже был дикий выживач в холодное время годы, где-то во времена Дикого Запада. Вот только нынешнюю картину поставил режиссер Алехандро Гонсалес Иньяриту, обладатель трех Оскаров за фильм «Бёрдман» и кучу потрясающих работ вроде «Вавилона», «21 грамм» и «Сука, любовь». Будем держать за бородатого Лео кулачки, ведь он был так близок к Оскару в фильмах «Авиатор», «Кровавый алмаз» и, конечно, «Волк с Уолл-стрит». Возможно, на этот раз ему улыбнется удача, и он не зря отказался от роли Джобса. Соскучились по рождественским комедиям? Сюжет фильма «Здравствуй, папа! Новый год» разворачивается вокруг успешного радиопродюсера, который женится на матери двоих детей и пытается стать для них лучшим отчимом в мире. Но к ним приезжает их биологический отец. К чему это приведет? Как минимум к противостоянию, кто лучший отец. «Кроль вынул свой меч длинный и сидяющий, но все девы на земле предпочитали средний размер меча». Ведь у одного из них крутой байк, он знаком с баскетбольной командой и легко может показать класс на скейтборде. А другой готов посреди лета устроить Новый год, лишь бы порадовать любимых детей. Режиссерами выступили Шон Андрес и Джон Моррис, сценаристы комедии Мумиллеры. На ринге за премию «Отец года» столкнулся альфач Марк Уолберг из комедии «Третий лишний эпичных трансформеров» и «Стрелка». И скромный Уилл Фаррелл, знаменитый по таким фильмам, как «Джей и молчаливый боб наносят ответный удар» или «Ночь в Роксбери». Кажется, это то, что можно посмотреть на каникулах всей семьей. «Игра на понижение» – это своеобразный звездный каталог Голливуда. Ведь не каждый фильм может похвастаться таким набором актеров. Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Карен Гиллан, Райан Гослинг, Селена Гомес, больше известная как «Бывшая Бибера» и прочие, прочие, прочие. Объяснять, почему этот фильм вошел в топ самых ожидаемых, наверное, не стоит. Собрать столь именитых актеров в одном фильме умудрился Адам Маккей, больше известный своими сценариями и продюсерской деятельностью. На этот раз он выступает в качестве режиссера. Его картина рассказывает нам о людях, которые сделали миллионы на мировом экономическом кризисе. Ведь во времена, когда все ружится и большинство людей думает о том, как бы спасти свои деньги, всегда найдутся рисковые и проницательные дельцы, которые смогут вовремя сориентироваться и приручить кризис, сделав так, что он сыграет им только на руку. Да, тема на редкость актуальна для России. Биржу пытались обуздать до них Майкл Дуглас на пару с Шайлаба в фильме «Волл-стрит. Деньги не спят» и тот же Лео в «Волк с Уолл-стрит». Но с такой звездной командой, как в январской премьере, она, похоже, будет окончательно покорена. Давненько не было покушений со стороны космического пространства. Исправит эту ситуацию фантастический триллер «Пятая волна» по мотивам книжной трилогии Рика Янси, выходящей в разгар января. Инопланетяне здесь вновь представлены агрессорами, старающимися захватить столь важную в галактике планету Земля. Делают они это весьма странным и непонятным примитивному человеческому разуму способом. Сперва отключили свет за неуплату, затем устроили всеобщий катаклизм, а те, кому удалось в нем выжить, столкнулись с эпидемией. Затем при помощи маскировки под людей злодеи начали тайное вторжение, безжалостно уничтожая выживших после первых трех атак. И уже готовят пятую, в надежде сокрушить остатки человечества. Что нам делать? Защищать друг друга. Во всей этой суматохе главная героиня фильма, которую сыграла Хлоя Грейс Моррис, знаменитая убивашка из фильма «Пипец», теряет своего брата, которого пришельцы забрали к себе в гости. Теперь она пытается его спасти вместе с Ником Робинсоном из мира юрского периода. Поклонникам книги и хорошей, чуть-чуть подростковой фантастики, фильм должен понравиться. Посмотрим, что уготовили нам инопланетные захватчики на этот раз. Для детей и тех, кто предпочитает нарисованных героев вместо реальных актеров, зимой 2016 года выходит продолжение анимационного блокбастера «Кунг-фу Панда» про приключения отважного и дружелюбного медведя Панды По, великолепного и непревзойденного мастера боевых искусств. В этой третьей части очаровательный пухлый боец наконец-то встречается со своим давно потерянным отцом и отправляется в секретный город Панд. Правда, радость от встречи с родственниками и новыми друзьями будет недолгой. Некий злодей по имени Кай путешествует по Китаю и побеждает всех известных мастеров кунг-фу, кратя способности каждого кунг-фу-мастера, которого он одолеет, и его вздор упал на По. Чтобы победить, По предстоит научить древнему искусству боя целую толпу пушистых и неуклюжих сородичей. Учителем быть не так просто. В режиссерском дуэте участвовала уже знакомая зрителям по второй части Дженнифер Ю. Если вы еще не смотрели первые два мультфильма о Пое в обоевом мастерстве, у вас есть отличный шанс сделать это перед премьерой. Панды еще никого не оставили равнодушными. Даже мастер-цельбой идет туда, а он цыпленок. В 50-х годах на побережье США обрушился сильнейший шторм, затопивший города вдоль всего побережья и разрушавший судно, застигнутые в открытом море. Экипажи сразу двух танкеров оказались в ловушке стихии. В бортах стали появляться трещины, а из-за громадных волн команды кораблей лишились возможности спастись с помощью шлюпок. Сообщения о крушении танкеров поступили в береговую охрану. Офицер Дэниел Клав принял решение начать рискованную операцию по спасению экипажа. Несмотря на отговоры любимой девушки и безумство всей операции вообще. Всего несколько отважных героев на обычной моторной лодке со слабым двигателем и почти без средств навигации отправились на войну с водяной стихией и ураганом ветром, чтобы спасти терпящих бедствием моряков. Безумие... Затем и нанимался. Да, такова работа суровых морских спасателей. А самое главное, что эта история реальна. Что-то у нас прямо-таки парад картин, основанных на реальных событиях. Скучать не придется, ведь выжить во время такого шторма могут только настоящие мужики. Фильм «Игрянул шторм» снял австралийский режиссер Крэг Гелеспи. А главные роли исполнили Бен Фостер, сверкнувший в фильмах «Поезд на Юму» и «Альфа-Док», Крис Пайн, уже побывавший в роли командира корабля «Интерпрайз» и «Стартрека» и других. Качественных фильмов про природные катастрофы и мужество рода человеческого не так уж много. Сходить в кино и восхититься отчаянной храбростью лучших его представителей не помешает. Фанаты комикса о безумном супергерое долгое время ждали этот фильм. Осталось подождать еще чуть-чуть, и Дэдпул появится на большом экране. Но сперва о самом парне в красном. Его зовут Уэйт Уилсон, и он наемник, попавший в программу вооруженных сил под названием «Оружие Икс». В результате этой программы он приобрел невероятную силу, проворство и способность к регенерации, но поплатился тем, что его внешний вид перестал позволять появляться на людях без маски. Вот блин, ну и рожа у тебя. Походу, как будто лепрекон трахнул лицо Фредди Крюгера. Да и психика у него не совсем подходит для супергероя. Он понимает, что находится в комиксе или фильме, ведет себя по-хамски и сохраняет неизменно жесткое чувство юмора. А потому нас ожидает фильм явно не для семейного просмотра, ведь он полон стеба, неприличных шуточек, цинизма и достаточного количества красной жидкости на экране. Роль знаменитого супергероя исполнил Райан Рейнольдс, уже попробовавший себя в роли супергероя в фильме «Зеленый фонарь». Актер, кстати, является фанатом чокнутого супергероя и даже имеет с ним поразительно много общего. У них одинаковый рост, цвет волос и глаз. Оба они канадцы. Райан начал свою актерскую карьеру в 91-м году. В этот же год Дэдпул в первый раз появился на страницах комиксов Marvel. Автор комикса прямо заявил, что под маской герой выглядит как смесь Райана и Шарпея. В фильме «Люди Икс. Начало Росомаха» Дэдпул впервые появился в кино. Его небольшую роль сыграл все тот же Райан, за что ему даже зашили роль. И вот знаменитый герой обрел полноценное воплощение на киноэкране на радость всем фанатам. Завершает череду зимних фильмов о море «Лазурный берег». Брэд Питт и Анжелина Джоли снова вместе. И самое главное, фильм срежиссировала Джоли. Вот что значит полностью доминировать в семье. История фильма происходит во Франции в середине 70-х. Она – бывшая танцовщица, а ее муж – американский писатель, прилично налегающий на спиртное. Они путешествуют по стране, постепенно отдаляясь друг от друга. Но стоило им задержаться в одном приморском городке, как все меняется с ног на голову. Она курит, он пьет, она курит, он пьет, он пьет, она курит. До этого красивейшая пара Голливуда снималась вместе лишь в «Мистере и Миссис Смит», что и послужило началом их романа. А теперь она вновь перед нами, в еще более романтическом, повзрослевшем амплуа. Ничтожество. Ударь меня. Еще! Актриса призналась, что трудно было снимать постельные сцены со своим реальным мужем перед всей командой, при этом руководя процессом съемок. Поэтому приходилось много шутить и прикрываться полотенцем. И это не первая попытка Анжелины выступить в качестве режиссера. В 2011 году она выпустила в краю крови и меда, не получившие особого признания. А в 2014 году сняла фильм «Несломленный», который получил неплохой коммерческий успех. Хорош ли лазурный берег? Узнаем в феврале. На этом все. Подписывайтесь на канал «Официальный трейлер» и ставьте лайки, если видео вам понравилось и вы хотите еще. Не замерзайте и смотрите только хорошее кино. А какие фильмы ждете вы этой зимой? Например, совсем недавно вышел трейлер фильма «Боги Египта», который мы просто не успели включить в подборку. Оставляйте комментарии под этим видео. До следующей встречи. Пока! Субтитры подогнали Симон.